Я просто что еще хотел сказать, что, вот, уточни, уточни, вот, хорошо, есть лига, вы работаете, все понятно, значит, Россия, ну, Россия, не будет там, Советский Союз, там, Царская, это все одна, одна куча, вот, один менталитет, вот, она ходит, ну, вот, история идет по спирали. А эти ходят по кругу, они не возрастают, на этом кругу лежат какие-то грабли, на которые все время там скачут, но они все равно, но им нравится, да, я почему это говорю, значит, вот у нас есть пример, да, приходит в власти, ну, там, Сталин, да, в истории, он загоняет все в углах, народ кричит, слава отец родной, слава Сталину, да, значит, приходит этот самый Хрущев, все, тот же народ, который кричит, Сначала слава Сталину, уже там выстраиваются в очередь, чтобы попинать этот труп этого Сталина, Ну, это бывает. Да, его выкидывают, значит, с мавзолея, закапывают там по этим заборам кремлевским, приходит, значит, и, а, уже и рут там слава Хрущеву в рай, партии родной, приходит Брежнев, опять тот же поворот, Хрущев козел, но вот Сталин вроде бы уже как бы так вот нормально, Приходит Горбачев, все, Брежнев негодяй, значит, Сталин тоже негодяй, вот я молодец, значит, Хрущев, ну, там, непонятно, что, сейчас приходит, значит, тот самый, значит, Путин, опять поворот, опять Сталин хороший, опять, значит, все остальные плохие, То есть, этот народ ходит по одним и тем же граблям, значит, рано или поздно, этот, значит, копыт откинет, его утащат, будут пышные похороны, его можно даже в мавзолеи положат, там, чего ли меняется, там, не много, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут Володя, не проблема, и места много не надо, кстати же, опять же, он маленький, да, вот, но пройдет какое-то время, они вот тут, где-то там закопают, наверное, под забором, по традиции, вот, появится какой-то условно Навальный, и скажет, да, мы ошиблись, нас обманули, но в целом мой народ, значит, самый миролюбивый, трудолюбивый, да, и выйдут как-то на вас, и скажут, ну, давайте дружить, давайте будем делать федерацию, хорошие русские, вот, не произойдет ли такого? Мы, мы не в студии работаем, цель создания Лиги Свободных Наций, именно превенция такой ситуации, что никакой федерации снова, да, мы уже столько раз обожглись, но есть же тенденция, то есть, когда вот этот по кругу они ходят, вы заметили, с каждым разом что-то все-то отваливается? Да, да, конечно. Балтийские страны, Украина, Белоруссия. Нет, ну, есть, есть, ну, не то что традиция, есть закономерность. Закономерность. История, ну, как бы, развития. Да. То есть, любая империя развалится, какая бы она ни была. Средний сургизм на 300 лет. Ну, нас только лет мало, не хочется посмотреть, да. Я думаю, что, как бы, ускоряет процесс. Да, процесс ускоряется, тем более с новыми технологиями, обменами. Вот, почему раньше-то это было медленно, потому что обмен информацией был, а сейчас, наверное. Ну, раньше именно где-то. Именно где-то, да. Вот мы сейчас встретились в Монголии, да, это была величайшая империя, и мы не можем, допустим, с нашей точки зрения, с зрения современного человека, как-то там рассуждать про чиндистанцию. Вот, это был там убийца, там, воеватель, было время другое. И если тогда воевать это было нормально, и этот человек создал величайшую империю в мире, но это было совсем другое время. А сейчас воевать, может, только идиоты. Ну, собственно, не те методы. Что мы видим, да. Во-первых, не те методы, и ты этого не добьешься. Ничего. То есть, он сейчас ускоряет гибель своей империи Путина. Да. Ну, Украина помогает. И, надеюсь, ваша Лига свободных наций тоже поможет этому делать. Ну, мы именно с этой целью. Потому что мы уже, как бы, обожглись. Федеративный договор, который когда-то был при учреждении, так скажем, этой Российской Федерации, да. Во-первых, в нем очень много ошибок. Какого плана? Как договор, да. В любом договоре есть статьи отмены договора. Ну, есть ли договор, да. В нем нету. То есть, он уже криво составлен. Это раз. Во-вторых, несколько субъектов Федерации его не подписывали. Ну, такой, самый яркий пример, это Чечня. Никогда не подписывала Федеративный договор. Ну, вот, кстати, в принципе, я передаю. Ичкирия. Да, Ичкирия. Значит, ситуация же какая. Россия же всегда орет везде, что вот, значит, Крым там самоопределил, кто-то бредят не везет, да. Так вот у вас есть Чечня, которая не то, что самоопределил. Она с нами воевала. Она выбрала своего президента. Причем всенародного голосования. И что она получила из Чечня? Она получила две войны. Причем, чтобы начать вторую войну, этому же пришлось даже там повзорвать часть домов. Убить кучу народа. Да, кучу народа, обвинить Чечню и, собственно, пошло. И смотрите, вот, Ичкирия не подписывала Федеративный договор. Еще иногда не в Российской Федерации, да? То есть это явно оккупированная территория. Татарстан не подписывал Федеративный договор. Они до сих пор про это... Татарстан вообще оригинальный. Да. У него такая позиция. Да. А вот есть правовая коллизия в отношении Республики Бурятия. Дело в том, что подписи, которые стоят там Саганова и Потапова, на Федеративный договоре, а они не имели полномочий подписывать. Потому что когда они полетели подписывать... Я эту историю очень хорошо знаю. Когда они полетели подписывать Федеративный договор, народ не хвалал Бурятии. Им санкцию не давал. Ну, когда мы говорим про Россию, про Государственную Думу, нам, что закон надо забывать... Нет, нет, ну... Я, конечно, мы живем там, вот... Мы можем сказать, вот общак. Есть общак, значит, где... Вот, Миндш, я немножко там... Вот он же Путин устроил, он устроил вертикаль власти. Вот мы сейчас смотрим, да, и вот видим какие-то тупые заявления в самом... Вот, допустим, вот сейчас в Орске наводнение большое, да, на полном серьезе, значит, это их там строитель, который там подрядчик... Это мышь. Ну, они скачали славу Украине, наверное, эти мышь. Надо было дополнить, да. А, смотрите, возможно, это были какие-то биолаборатории поведения мышей. Говорили комары, а это была дезинформация. На самом деле готовили мышей тренировать. Они сожрали этих комаров. Ну, я просто что-то еще сказать. Тем не менее, мы насчет наводнений все-таки... Потеря людей это трагедия. Трагедия это трагедия, но... Причина-то, извините, вот в этом... Да. Не мышь трагедия. Причина... Мышь молодцы. Мышь молодцы. Значит, да, я не в том смысле, что там поиздеваться на трагедии, хотя, честно говоря, жалости, ну, не то что жало... Нет безразличности, как это в Украине. Да, но я это имею в виду с общегуманистической точки зрения. Мы все-таки признаем, что это... Да, это трагедия. Трагедия. Вот. Но я к чему говорю. И вот мы слышим эти заявления. Это я просто как пример привожу, да? Но явно иногда говорят, ну, полный бред. Вот тот же Гурулек. Ну, не то что Пурбой. Знаешь, вот я думаю, это все посредство вот этой вертикали власти, которую он построил. А знаете, я вам прямо скажу. Вертикаль власти, она незаконна. А я почему бы при вертикале? Вот вертикаль власти, значит, вверху стоит там такой альфа-самец. Который думает, что он пахан. Ну, да. Ну, пусть по какой-то, по какой-то, по какой-то, по какой-то, по какой-то. Вот. Короче, стоит самый-самый-самый. Он должен быть самый умный, самый сильный, самый хитрый. А остальные чуть ниже, должны быть немножко тупее. И оно пошло, 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 пошло. А если у вас стоит явный, ну, какой-то душевно больной, который непонятно что несет, врет постоянно и, как бы, даже, такое нормально, то у вас, соответственно, ниже будут тупее. Они должны себе показать, что такое. Они должны быть умнее. Я не думаю, что Лавров, это такой отъявленный идиот, который, допустим, будет заявлять, как он заявил, мы ни на кого не нападаем, и на Украину мы тоже не напали. А не на кого. И в это время уже летят наши снаряды. Это явно тупое заявление, не заслонено дипломатами. Я не думаю, что он тупой, на самом деле. Но он должен себя показывать дурнее вот этого, значит, своего главаря. И так вы не зарастаешь. И поэтому нам не надо удивляться. Отрицательный отбор. Это само собой. Да, это их трагедия. Но поэтому, когда мы слышим такие тупые заявления про мышей, которые прожили там, или как вот они там рассказывают про распятых мальчиков, плачущих коров и все такое, мы должны понимать, что чем ниже, тем он должен показаться тупее. Иначе ему просто как бы опасно жить будет. Я вот сейчас вспомнил. Был уже, когда, мне кажется, даже после Майдана, нормально, второго Майдана, все же говорили, мы же братья, мыши-братья. Вот, мыши-братья. Оказать мыши-братья. Да, это так. А вот, кстати, да, вот, мышь и братья, когда был Майдан в 14-м году, значит, даже в 13-м году, значит, в то время взорвали где-то то ли в Волгодонске, то ли там троллейбург, ну, там была целая череда этих терактов в России. Да, да. И вот все участники Майдана, они понесли свечи, значит, знак скорби. И там весь Майдан был заставлен свечами. То есть украинский народ выражал соболезнование, значит, в благодарность украинский народ получил оккупацию Крыма, вот эти вопли, что, значит, бандеровцы, всех там обижают, там, ля-ля-ля, вот такое, ну, ничего не было. Вот, хорошо, произошло, произошло. Потом, значит, было, значит, теракт в самолете, который летел, кажется, Екатеринбургской авиалинией, он летел из Египта, туда, в Москву. Да, да, да. Да. Шармахстей. Шармахстей. Да, да, да. И, значит, террористы взорвали этот самолет, погибли, значит, люди, и опять украинцы понесли цветы к российскому посольству. Не так много. Была там полемика, говорили, они нас убивают, у них там цветы нас, но, тем не менее, цветы понесли. Не, ну, это проявление человечности. Это проявление человечности. Но их уже было меньше. Ну, понятно. И вот сейчас был Крокус Сити и ни одного цветка. Ну, так, простите, а... Ну, то есть, вот, я к чему говорю, что вот русские... Это им еще хорошо, что еще в мире им какое-то сочувствие. Да, вот этот российский народ, который убивает, значит, свой, как они говорят, братский народ, они не могут рассчитывать на сочувствие. Никто там не кричал, нет, никто по ленте пишет, ага, так вам и надо. Украинцы не зверли. Ну, это все равно. Ну, у вас теракт, ну, разбирайтесь. У нас свои проблемы. Вы же внутренне предпускать. Они сами допустили вот это? Да, я к тому говорю, что вот российский народ, он сам обещал вещи и себя, и остальные народы по отношению к себе. Вот это тоже преступление Путина. Я думаю, знаете, к сожалению, да, Путин, конечно, преступник и так далее. Все, да? Но Путин это часть не будет. Да. Если бы не было поддержки внутри народа. Конечно. Это на 100% согласие. Это большая трагедия, но это внутренний запрос. Это, я думаю, все вот это как раз то, что мы упомянули, естественный отбор, это вот последствия. При Ленине, значит, стали выгонять интеллигента, тогда еще просто выгоняют. Кто-то сам уехал. При Сталине остатки уже посадили, поубивали. Вот. Ну, что имеем, то имеем. То имеем, то имеем. Сейчас часть этих, значит, кто остались, поубивают там на войне. Часть потом вернется, уголовники столько возвращаются. Так, самое интересное, что, ну ладно, я когда в Украине по лагерям военнопленных ездил, уехать не смогли. Ну, многие вот эти солдаты, да, мобилизованные, просто не успели уехать. Действительно, зачесали и отправили. Они там ума хватило понять, что надо руки поднять и сдаться. Ну, некоторые не хватило, а некоторые так будут. Да. А кто пошустрее, то он сообразил и ночью сел на машинку и к границе. И к границе. Вот. Еще вот это вот говорят, что, а, там, если сейчас будет опять мобилизация, Путин там никого не выпустит, выпустят. Ему, что важно, уезжают самые активные. Да. Кто будет сопротивляться. А вот это вот стадо рабов, которых можно куда угодно направить, кто-то убивать, там, внутри их там резать. Это не осталось. Поэтому, вот, вот почему не было вот этого задержания на границе. Ну, что мешало? Сказать, вот на границе там теракт. Значит, все, вот люди, которые сейчас идут, мы их не можем пропустить. Нам позвонили, нам сказали, что заминировали. Все. И все. И никого не пустить. Повод найдется. Тем более, Россия, это ж не надо. Искать там, что-то поможет. Захотелось сделать, а он их выпустил. Ну, парту выпустить надо. Да. Недовольных. кто действительно... Да. Кто поактивнее. Кто поактивнее. Или кто... Действительно, они же... Вот, одно из первых моих обращений было, если вас затесали, да, хотя я, я действительно более такой, так скажем, гуманистическим, мировым человеком, но одно из моих первых заявлений было, ну, в конце-то концов, если вам руки оружие дали, да, ну, соберитесь, поумнее-то, и поднимите флаг Украины, и сдайтесь, и скажите, да, мы вообще-то не хотели, и мы хотим, наоборот, свою воду, нас вовлажать. Для меня, кстати, загадка, жизнь одна, украинцы, понятно, они защищают свою землю, не будет защищать, значит, не будет Украины, это ясно, там все понятно, но эти-то чего-то, им же говорят, вы защищаете свою родину, где, на чужой территории, да, на чужой территории, а у них в голове-то укладывается, вот, и вот сейчас, только начинают доходить, вот эти вот, значит, тетки, которые там, как они там, путь домой, путь домой, путь домой, значит, они, вроде бы, сейчас там начали что-то делать, просим, там, что-то отпустить наших мужей, там, кого-то другого забрать, другого заберете, вот это же их лидер, как его, Андрея, Андрея, неформально, она же, собственно, так и заявляла, да, с Украиной правильно, Путин молодец, украина трудный подросток, Путин молодец, так, какой, может быть, протест, какой-то протест, вот, вот это вся Россия, в этих протестах, так, это мы ушли, как бы, немножко в сторону, я почему это все, все веду, вот, завтра Путин сдохнет, ну, не завтра, ну, хотелось бы завтра, конечно, но, к сожалению, там вся медицина за него, но рано или поздно сдохнет, придет какой-то условный Навальный, который будет орать, там, Крым не бутерброд, там, все такое, вот, и наверняка не обратятся к вам, типа, давайте дружить, давайте будем делать федерацию, ну, какое будет ваше действие, все-таки вы настроены, тоже будет, развалить их чертям образование, чтобы выжили ваши народы, или, как-то вливаться, там, в одну кучу. Знаете, вот, если вот в начале, полномасштабной войны, некоторые буряты еще там говорили, ой, да ты что-то же говоришь, да, давай хорошую федерацию, просто нас не поняли, там, сейчас эта идея, о федерализации с этими, считается маргинальной, считается самый, ну, тоже отрицательный от Бога, то есть, если кто-то высказывает идею о том, что надо быть с этой Москвой, то его все, ну, так скажем, зашеймят, почему, потому что, вот это теперь считается маргинальной идеей, потому что все поняли, что, простите, а почему мы там оказались, все адекватные люди поняли, да, ну, почему мы там оказались, потому что мы были в этом не до, не до всем, ни федерации, ни империи, и вообще ничто. Ну, ваш народ, в свое время, создал величайшую империю в мире, поэтому к народу надо относиться тоже с уважением, я вот почему и говорю, что народ не дурной, вот в чем дело, есть там маргиналы, которые, когда-то забили, может, где-то понятно, и вот мы плавно переходим к проблеме бурятов и украинцев.